Меня зовут Дима Гаевский, и сегодня мы поговорим про такую интересную тему, как построение технологической платформы внутри. На примере как раз внутренней платформы разработки в Тинькофф. Доклад у меня называется Technical Governance. Знаете, есть, говорят, две проблемы в программировании, вообще в IT. Это про кэши и про нейминг. С кэшами я справился, с неймингом все еще есть проблемы. Так, немного расскажу о себе. Работаю в Тинькофф, в подразделении Core Technologies. Два года последних разрабатываю внутреннюю платформу для разработчиков в Тинькофф. Фактически веду разработку с самого старта проекта на позиции как Team Lead и Архитектор. Внутренняя платформа в Тинькофф уже насчитывает десятки менедж-систем, и нашей платформой пользуется уже весь инженерный компания, которая насчитывает больше 7 тысяч человек. Так, сегодняшний доклад я хотел подкрепить большим количеством материалов. Там в конце доклада будет ссылочка такая с набором ссылок на разные материалы. Но не все успел подготовить. Будет еще статья с более глубоким погружением в тему. И будет еще на GitHub выложено у нас некоторое количество исходников по тем решениям, которые внутри в докладе описаны будут. Так, мы с вами находимся в Санкт-Петербурге. И, во-первых, это город, где началась у меня карьера как IT-специалиста. А, во-вторых, это город, где я впервые выступаю в публичной конференции. Когда нет, то у нас сегодняшний доклад будет проиллюстрирован одним историческим персонажем и некоторым количеством сказочных. Доклад я в первую очередь делал для тех, кто столкнулся с задачей построения платформы с нуля, и в частности внутренней платформы для разработки. Также на примере ПакПахжу, как особенности деления на функциональные команды внутри отразилось на наших технических решениях и как это отразилось в нашей архитектуре. Ну и на практике покажу, как выглядит подход Continuous Architects. О чем сегодня поговорим? Немного погрузимся в историю в части эволюции IT в Тинькофф, проведем разведку и поймем, как решить проблемы. Оценим наши возможности, выберем оптимальный путь, придумаем решение, запустим платформу и будем справляться с ростом в части роста, вовлеченных в разработку этой платформы команд. О чем я поговорим? Я предполагаю, раз уж мы здесь собрались, подробно рассказывать, зачем нужны такие платформы, не нужно, но немножко расскажу об этом. Я не буду рассказывать, как именно у нас происходил процесс переезда, потому что на самом деле тема достаточно отдельного и достаточно большого доклада, который, надеюсь, я или мои коллеги расскажут в будущем. Также про то, как выглядит платформа целиком сейчас, я тоже рассказывать не буду, потому что, во-первых, она еще не дошла до того, наверное, состояния, в котором хочется прям рассказать, что же мы там внутри такое сварили. Вообще, что же такое внутренняя платформа? Мне нравится такое определение. Платформа – это объединение селс-сервисами, инструментов, сервисов, знаний, поддержки, организованных привлекательных внутренних продуктов. Это я украл из интернета. Запомним это определение, мы к нему намного позже вернемся, уже ближе к концу доклада. Немножко погрузился в историю тому, как у нас происходило развитие IT в Тинькофф. Включаем машину и время, возвращаемся в 2013. На тот момент инженеринг в Тинькофф был сравнительно небольшим. В сумме у нас работало не более 350 инженеров. Причем это и разработка, и QA, и аналитики, и технологи, и все, кто как-либо вовлечен в разработку продуктов. IT-ландшафт тогда выглядел так. На самом деле большое количество вендорских систем, наподобие Oracle, Zybil, специализированные команды, которые занимаются поддержкой этих систем, и многие из этих команд даже были в основном подрядчики. В период с 2014 по 2017, даже 2019 происходит наиболее бурный рост нашей компании. В 2015 году в ответ на кризис компания IT-кофф решает переходить от монопродуктовой стратегии к мультипродуктовой. Грубо говоря, чтобы построить платформу, которая позволит людям решать все их вопросы, связанные с деньгами. Ну и, соответственно, количество продуктов увеличивается, кратно, соответственно, растет количество команд разработки вовлеченных в будущих компаниях. И с этой проблемой надо было как-то справляться. Мы начали развивать внутри различные IaaS-решения, где в основном разработчикам ресурсы предоставлялись по заявкам. И была пытка такую сделать DevOps-трансформацию. Мы создали некоторый, ну это сейчас смешно уже звучит, но мы сделали некоторый большой DevOps-отдел, посадили DevOps-чемпионов в каждой бизнес-линии и надеялись, что они там будут что-то опылять. Но этого не произошло, конечно. К 2019 году мы пришли в достаточно интересном состоянии, если даже сравнивать вообще со всеми компаниями, которые ведут свою разработку вообще на всем российском рынке. В чем была особенность? У нас к тому моменту существовал уже весь стек всех возможных технологий, которые существовали в природе. То есть у нас в том числе была на проде экзотика вроде Erlang, Haskell, возможно даже какого-нибудь Perla. Вот. Весь набор возможных CICD-практик. У нас было три, соответственно, билд-системы. У нас было там порядка десяти публичных облаков. У нас был Bitbucket, в котором лежало там 10 тысяч репозиториев и 10 GitLab, где лежало все остальное. Все это, естественно, было закрытое. Никто ничего не видел. Вот. Ну, во что это вылилось отроги для бизнеса? Это невозможность обеспечить нижний SLA бизнес-процессов в рамках даже тех систем, что у нас были. Это невозможность, в принципе, сделать нужный change командами-разработками в разумные сроки и с необходимым качеством. И фактически полный паралич инфраструктурных DevOps-команд. У нас кратно вырос ментальный сберден. Хотелки пользователей у нас применялись анархично разными командами сопровождения. Ну, отсутствие общих подходов приводило к погоне с удовлетворением таких 7-минутных требований DevOps-бизнес, принятию недальновидных решений, которые приводили к росту Data Operations. Здесь я бы хотел оставить ссылку на доклад своего руководителя, Станислава Холупа, который в 2021 году на Куберконф именно историю того, как у нас IT внутри развивался, через какие этапы развития проходил, более подробно раскрыл. В итоге с проблемами надо было как-то бороться, мы решили, что будем делать внутреннюю платформу для разработки. Внутренняя платформа у нас должна была стать центральным местом, где мы определяем такие проторенные дорожки для разработчиков по разработке, поставке, эксплуатации приложений. Центральное место, где мы можем делать compliance, audit, качество и безопасность этих приложений. Мы все-таки финтех, поэтому требования у нас в этой части очень серьезные. И хотелось предоставить разработчикам такую платформу, где бы они могли самостоятельно управлять всеми ресурсами своих приложений. Звучит, что нам нужен корабль. В мае 2020 года мы начали проработку доменной модели нашего будущего корабля. Очевидно, наши основные пользователи – это разработчики, разрабатывающие системы внутри компании. Наши пользователи имеют привычку все автоматизировать, поэтому к ним на помощь приходят машины и учетные записи, с помощью которых, как нам предполагалось, как нам хотелось, в системе можно будет сделать практически любые действия. Система должна была получиться мультитенентовая или, по-другому, мультиарентная. Единицей разделения и объединения ресурсов в нашей системе выступает тенант. Тенант в нашем представлении – это объединение людей, которые разрабатывают какую-либо систему внутри. Так, платформа, соответственно, у нас должна предоставлять все необходимые интерфейсы для управления этими ресурсами. Конечно, мы понимали, что менеджер-система будет появляться все больше и больше, ведь платформа у нас становится, получается, центральным, главным инструментом в руках разработчиков. Всякая такая система должна подключаться к платформе и предоставлять свои ресурсы. На старте мы были сфокусированы на GitLab. У нас, в принципе, была Ям, как зонтик над всем этим. И нужно было одновременно запускать большой GitLab, который тут через интеграционный слой выступал как та самая как раз менеджер-система. Но очередь из того, что нам нужно было проинтегрировать там на горизонте года, она была огромная. То есть там и интеграция с нашей рантайм-платформой, это несколько менеджеров баз данных, там Postgres, ClickHouse, Кассандра и прочее. Это наша стриминг-платформа, это дальше hardware provisioning, ну и много-много-много другое. Из этого к каким функциональным требованиям пришли? Мы поставили целью добиться полной инкапсуляции всех действий, необходимых в процессе разработки и эксплуатации внутри положений, внутри самой платформы. Ну, грубо говоря, чтобы разработчик приходил в эту платформу и мог все, что ему необходимо, там сделать, не покидая ее. Позволить, соответственно, делать с едиными учетными записями, то есть не требовать от разработчика там логиниться в 10 разных систем, которые мы интегрируем. Также нужно было разработать SDK, который можно было бы использовать и в базовых образах приложений, и, соответственно, на локальных машинах разработчиков. Ну, и всем нужно пользователям нашим оказывать поддержку в режиме по рабочим дням 8 на 5. Издеваем функциональных требований. Это SLA 4.9, 24 на 7. Почему так? Вроде бы это внутренняя платформа, но, тем не менее, она нужна, а это не просто административная консоль, где мы заказываем себе какие-то ресурсы. Авторизация в том числе используется и в инструментах, которые нужны для operations. Соответственно, если мы потеряем возможность что-то сделать в нашем рандайне-классере, чтобы чинить наше приложение, мы, наверное, расстроимся. Бизнес тоже. Соответственно, нужно организовать дежурство, нужно обеспечить расширяемость платформы по тем причинам, по которым я уже перечислил ранее. И мы понимали, что мы все не сможем построить сами, да, банально берем GitLab как VCS и как Build-систему. И нам нужно, соответственно, поддержать все открытые стандарты, протоколы для, ну, из части УАУС 2.0. Причем не просто их поддержать, но еще и поддержать вместе со всеми последними требованиями и предписаниями по безопасности, которые есть для этих стандартов. Кто не знает, есть УАУС 2.0, это не один какой-то стандарт, это стандарт, к нему еще куча расширений, к нему еще, короче, есть фреймворк, у этого фреймворка еще куча всяких имплементаций, есть даже отдельная спека, где перечислено то, что там находится внутри. Вот, и есть еще отдельная спецификация, которая описывает, а что же вот на текущий момент из этого всего можно использовать. То есть там скомпилировать достаточно сложно. Все это осложнялось тем, что команда у нас достаточно небольшая была, это я, один главный системный аналитик, один бэкэнд-девелопер. Вот этот вот GitLab инсталляцию на несколько тысяч пользователей у нас поднимала ОПС-команда из тоже трех человек всего. Вот, позже присоединились фронт-энд-разработчики, которые нам делали микрофронтовую архитектуру нашей платформы. Вот, и нам нужно было писать интеграционный слой с GitLab, и к нам еще присоединилась парт-тайм помогать команда сочувствующих разработчиков тоже из Квартеха. Так уж получилось, что вот в самом начале мы стали работать двумя командами, и вот платформенная наша команда делала, получается, и архитектуру, и все остальное, а вот это функциональное дело как раз GitLab. Отсутствие четкой границы, кто за что отвечает, привело к тому, что у нас на старте уже начал дублироваться где-то функционал. По-разному имплементировались API, где-то, короче, использовались паттерны асинхронные, где-то не использовались. Вот, и на самом старте стало понятно, что ответственность на функциональную платформу надо бы разделить. Как мы решили ее разделить? С платформенной доменом все более-менее понятно. Он определяет всю доменную модель. Это как раз Multitenancy, это RBAC, это пользователи, это сервисные учетки и все остальное. И все интерфейсы, соответственно, для авторизации асинхронтификации. С функциональным доменом все сложнее. С одной стороны, когнитивную сложность, связанную с авторизацией асинхронтификации, хотелось бы полностью у них забрать, потому что авторизация это сложно. С другой, хотелось составить во владении команды какие-то важные вещи, например, политики доступа, чтобы они могли описывать к своим приложениям. Поскольку бывают достаточно сложные кейсы, которые, например, RBAC не покрываются. Как в итоге у нас все вот эти вводные повлияли на архитектуру? Как мы ее придумывали? Первый подход, о котором мы подумали, это платформ-код. Ну, суть следующая. Просто пишем платформенный код, который выполняет функции авторизации асинхронтификации посредственно обращения к нашему будущему монолиту, который мы напишем. Поставляем это все как библиотечку. Функциональные команды, соответственно, как виделось, просто брали бы эту библиотечку, подключали бы у себя ее в приложение и все, профит. Ну, как только мы подумали, как мы это будем все эксплуатировать, до десятка команд всплылись, большие проблемы. Первое. Это один стэк. Мы можем, конечно, написать... У нас команды инфраструктурные, которые пишут менедж-системы, они пишут на всех языках. Там и .NET, и Go, и плюсы, и Java, и Kotlin, и Python. То есть там большой набор стэков. Соответственно, если мы делаем так, то нам нужно для каждой такой команды написать эту библиотеку самим. Но даже если мы это сделаем, мы не решим проблему dependency drift. То есть понятно, что система становится большой, мы поставляем эти библиотеки все, их нужно обновлять. Дальше ситуация приходит, соответственно, к нам информационная безопасность, говорит, у вас тут, короче, вот в вашем всем подходе того, как вы делаете авторизацию, какая-то ошибка. И нужно срочно вам в течение одного дня ее закрыть. И как бы это невозможно сделать. Вот. Треть проблема – это то, что на самом деле интерфейс авторизации, он остается очень широкий. Из-за того, что мы поставляем это как библиотеку, мы никак не ограничиваем людей в том, какую-то магию сделать для того, чтобы авторизовать запросы. Отказались от этого подхода и пришли к следующему варианту. Мы не только там талантливые инженеры, но и я, мол, программисты. Приложения у нас, соответственно, все крутятся в кубернетисе, поэтому попробовали такое решение. Пишем некоторый сайт-кар, посаживаем его прямиком в подосновом предложении, которое уже в свою очередь будет делегировать первому все, что связано с авторизацией запросов. Так мы решили проблему одного стэка, но все еще есть проблемы с политиками. Если в первом случае у нас слишком широкий интерфейс получается, слишком много творчества нужно применить, то во втором мы вообще ничего не можем сделать. Второй минус – это все нужно написать. Мы посмотрели на то, что нужно сделать. Нужно сделать сайт-кар, у нас есть IAM, есть куча спецификаций, которые нужно имплементировать, чтобы все это, как бы, зонтик платформы построить. И тут мы вспоминаем про дедлайн. На самом деле у нас дедлайн был бизнес-обоснован. То есть к моменту, когда мы начали заниматься платформой, у нас уже все сильно горело. И дедлайн был в октябре 2020 года. А мы находились уже где-то в конце июля, на самом деле. У нас оставалось там пару-тройка месяцев, чтобы все сделать. Вот. И исторический персонаж у нас умный, но он понимает, что запуститься вот так не получится, написать не получится. Но кое-что он еще умеет делать хорошо – это учиться, обращаться к мировому опыту. Поэтому выбрали мы такую стратегию. Посмотреть, что вообще есть. Как люди это делают. Как люди делают IAM, как люди делают облака. Посмотреть, какие есть готовые решения. Разобраться во всех спецификациях. И поискать что-нибудь готовое из полиси движков. Мы провели некоторый ресерч того, как строится безопасность системы. И нас привлек подход к модели с нулевым доверием. Сам подход был не нов. Google опубликовал свою бумагу в этот ресерч в 2014 году. Произошло это в ответ на серию, если я не ошибаюсь, хакерских атак достаточно серьезными последствиями на их инфраструктуру. Суть подхода в следующем. Мы не доверяем никому. Любой запрос к нашим приложениям защищен некоторой проксией, который, соответственно, выполняет атаку с авторизацией, обращаясь к некоторому access control движку. Ссылка на вот эту историю у меня, по-моему, в том списке есть, если здесь не видно на схеме ничего. Вот такая фича, наверное, хорошо вам знакома. Сейчас она есть практически в каждом облаке. Называется Cloud EAP. Cloud Identity Access Control Proxy. Во-первых, нам подход сам понравился, в том числе своей модульностью. Во-первых, разместив некоторую проксию перед приложениями, нам не нужно реализовывать внутри приложения логику квантификации и авторизации. На самом деле на масштабе достаточно большой платформы это очень важно, потому что это экономит очень много ресурсов. Во-вторых, это позволяло взять под контроль, как именно выполняется у нас авторизация. Потому что если интерфейс достаточно простой и ограниченный, то никакой магии там не будет внутри. Ну и это просто безопасно, это помогает нам защищать периметр. Я на самом деле вам немножко завидую, потому что сейчас, вот в этом году, есть уже де-факто очень много различных решений, которые помогают такую концепцию реализовать. То есть когда мы начинали это делать, не было таких решений, как Zetadel, Authentic, OutZ, вот этого всего не было. То есть все эти продукты, они начали развиваться либо в начале 2020 года, либо там через несколько месяцев, где-то с марта, с апреля. Поэтому выбор у нас был небольшой, был киклок, но киклок, он на самом деле достаточно сильно ограничивает доменную модель. То есть он не очень расширяем, не очень к нам подходил. И остается у нас только Ori на тот момент. Мы хорошо были знакомы с OriGidra. Это такой УАУС-провайдер, который позволяет просто подсадить небольшой микросервис к вашим приложениям, синтегрировать их, соответственно, через Redirect, и будет поддержка УАЗ-2.0 у вас. С пользователями, там как бы выбор был еще меньше, то есть был только Казбин и ОПА. Сейчас, например, есть еще АУС-Зет, очень интересный проект, который тоже позволяет подобную вещь сделать. В конечном счете, вот остановились на Ori. Что у нас получилось? Соответственно, пользователи у нас попадают в наше приложение. Дальше они попадают в поставляемый нами вот этот Ori ОАС-киперед, вот это как раз Access Control Proxia. Идем мы тут, соответственно, либо с сессионной кукой, либо с токеном ОАС-ном ОПАКе. Дальше мы либо интроспектим, либо интроспектим сессию, либо интроспектим токен. Дальше получаем из нашего доменного сервиса некоторый контекст. Это может быть и полномочия субъекта, может быть еще какие-то атрибуты. И дальше мы вот весь этот контекст берем и отправляем в ОПА-сайткар. Для ОПА, соответственно, функциональные команды пишут некоторые политики на языке rego. И если они проходят успешно, то мы, соответственно, этот запрос направляем уже дальше в бэкэнд. У нас еще оставались вендорские системы. Вот если взять GitLab, мы не SIS просто разворачиваем. У нас он ограничен сильно в правах, то есть пользователи все там только девелоперы. У этого есть ряд причин, потому что мейнтейнеры, они слишком многое могут там делать, и какие-то ограничения создать сложно. И нам при этом надо, чтобы управление правами происходило через нашу платформу. Соответственно, как это делается? Ну вот есть вендорская система, пишется некоторый коннектор. В этот коннектор, соответственно, наш доменный сервис формирует некоторый ивент. Он полностью содержит информацию о том, вот этот субъект и какие у него поменялись, соответственно, права. Паттерн называется ECST, это Event Carried State Transfer. Скорее всего, кому интересно. Вот. Ну, нам осталось, на самом деле, получается, вот со всем вот этим салюшеном, да, решили написать две системы. Это наш доменный сервис, который у нас назывался Standard Manager, и интеграционный слой с GitLab. Конечно, пришлось очень сильно много поконтрибьютировать в open source, потому что Oris Tech тогда был очень сырой, и, например, там не было очень важной спецификации для того, чтобы реализовать сервисные аккаунты. Это RFC 7523. Сейчас она уже практически везде есть во всех open source решениях, тогда ее нигде не было. Ну, про то, как мы тащили вот эти изменения в open source, это, мне кажется, тема отдельного доклада. Очень много там смешного. Что у нас в итоге получилось? У нас получилось два SPA-приложения. Вот. Первое, соответственно, это у нас, по сути, бэкэнд нашей консоли, да, где у нас определена доменная модель вся, мультитенанты. Соответственно, там пользователи добавляются, ну, создается тенант, пользователи добавляются сюда с определенными правами, и все, там больше никакого функционала на тот момент не было. Это скриншот уже свежий. Вот. Старого не нашлось. И второе, это сам GitLab. То есть у нас было две точки входа. Далее был такой сложный политико-технический процесс миграции, в рамках которого мы начали перевозить 15 тысяч репозиториев из всех вот этих разных источников. Вот. Две с половиной тысячи юзеров. Нас спасало только то, что некоторое время у нас никаких не появлялось новых интеграций. Ну, спустя какое-то время к нам пришли наши коллеги из Core Technologies. Это перформанс-тестирование платформу делают. Вот. Ну, и сказали, мы хотим к вам интегрироваться в вашу классную платформу. И мы им такие, у нас тут, короче, identity access control proxy мы вам дадим сейчас. Мы вам сейчас, короче, вот вы на регу сейчас себе политики напишите. Вот вы сейчас тут ямлами все, короче, будете крутить. Все очень просто у нас. Они такие, ну, нет, не просто. В общем, с какой проблемой мы столкнулись? Такой был холодный душ для нас, потому что на самом деле команды, которые делают менеджер-системы, они не делают архитектуру этих менеджер-систем. Они не занимаются платформой разработкой. Они хорошо понимают один инструмент, который они делают. Если это платформа перформанс-натированная, ну, соответственно, какие-то инструменты нагрузочного тестирования. Если это менеджер-постгресс, это менеджер-постгресс. Там, скорее всего, нет бэкэндера с большим опытом, как делать менеджер-постгресс именно в интеграции с платформой. Вот. И был дефицит опыта в самом большом количестве разных областей. Всякий раз, когда приходили, соответственно, команды интегрироваться. Либо они понимали, как это ваши кубернетисы работают, либо опс-опыта не было, либо они первый раз слышат, как практики SRE выстраиваются, либо просто даже банально на бэкэнде нормально что-то сделать. Невозможно было. Вот. И это в будущем стало абсолютно типичной ситуацией. Это норма. И, в принципе, когда делаем платформу, и мы хотим, чтобы она выглядела целостно, нам нужно смириться с тем, что эти вещи, это закрывать вот эти вот гэпы, это наша ответственность, а не их. И тут вот еще одна проблема. Это то, как мы занимались управлением. Мы написали, на самом деле, огромную спецификацию. Я ее после доклада в течение нескольких дней выложу у нас на GitHub, на нашем корпоративном. Она у нас называется в EPUP. Work in progress API. Как я говорил, с неймингом у меня проблемы. Вот. Написали некоторые гайды по тому, как интегрироваться. И говорим, пожалуйста, сделайте, вот как мы вот здесь все написали. Умножаем это на вот те проблемы с предыдущего слайда. И, как вы догадываетесь, наверное, ничего они не делали. Так, как мы просили. Вот. И что еще важно? На самом деле мы достаточно быстро начали адоптить нашу платформу. И как только в платформе начала появляться какая-то ценность, то есть когда туда начали приносить код, когда там начали происходить сборки, то вот эта вот команда, да, вот эти стейкхолдеры, делают различные менеджер-системы, стало прям вот каждый месяц приходить. Новые, новые, новые. В один месяц у нас там пять сразу новых интеграций мы начали делать, сопровождать. Вот. В общем, какие проблемы с всего этого? С одной стороны, у нас получилась достаточно сложная схема, с другой стороны, она предполагала большое количество свободы. То есть мы такие, ну классно, мы торопимся, вот у нас есть solution, мы сейчас тут соберем все. И поставлялись все эти open-source компоненты as is, то есть без изменений. Просто вот мы взяли oristech, дописали туда что-то open-source, ну, за контрибьютили, и просто это взяли и подключили, и начали людям нести как готовые компоненты. Вот. Из-за этого у нас, вот мы думали, что людям проще будет описывать какие-то политики доступа в регу, но никто не смог в этом языке разобраться. Он вроде бы простой, его, ну, это похоже на даталог, и некоторые из вас, возможно, даже в универе что-то подобное учили, но вот почему-то никак было. В итоге у нас появился такой специальный человек, как полиси-мен, который бегал в итоге по всем командам и сам писал все эти политики доступа. Ну и вот вышеперечисленные все проблемы привели к тому, что никто стандарты, естественно, не соблюдал, потому что, ну, когнитивная сложность была очень высокая. Все это превратилось в такую игру волк и яйца, где мы бегали, я и, главное, аналитик в основном, а потом еще подключали лидов разработки, бегали по командам, сопровождали буквально вот с земли процесс интеграции, начиная от продуктовой проработки, заканчивая написать сайт политики, написать Ямлы, и у нас своя собственная разработка, платформа, она вообще практически встала. И тут вспоминаем вот то определение у нас было в начале, что это все должно организовано быть как привлекательный внутренний продукт. Не думаю, что получится построить привлекательный внутренний продукт, если процесс разработки будет организован подобным образом. Надо понять, что в моем представлении привлекательный продукт, вообще в нашем. Это продукт целостный, соответственно, с минимум приключением контекста прерывания внутри. Это продукт понятный, то есть не нужно читать тонны документации, чтобы понять, что в нем делать. Это продукт надежный. Разработчикам свойственно очень переживать и расстраиваться. По опыту человека, который руководит вот такой вот платформой внутренней, разработчики очень расстраиваются, когда что-то не работает. Даже если это работает, даже если это так и задумано. Вот. Ну и снова обращаемся к мировому опыту. Существуют, соответственно, две важные группы таких политик для создания целостных систем, чтобы удерживать их вот в какой-то вот такой вот собранности. Первый звучит как enforce. Соответственно, мы сфорсируем через создание инструментов и необходимость их примеснения делать правильно что-то, да? И делаем сложно делать неправильно. И это incentive. Это когда мы создаем инструменты, которые очень сильно облегчают путь, ну, именно использовать платформу просто. У них был стимул ее использовать именно правильным образом. Вот эти политики, вот, наверное, enforce, да, можно разделить на три группы. Это, соответственно, мы хотим контролировать что-то на этапе разработки, что-то на этапе деплоя и что-то в самом рентами, да? Вот у Саши Поломодова был вчера доклад, где про это тоже, наверное, говорилось. Вот. Соответственно, как может выглядеть имплементация? У нас есть точка контроля, должна быть точка контроля, где мы не пропускаем в нашу платформу, да, что-то плохое. В нашем случае это API Gateway наш, да, то есть у нас есть одно API, всего одно, да, одна точка входа в нашу систему, да. У нас есть, соответственно, один UI, нет никакого там десяти разных поддоминов, десяти разных имплементаций. Вот если хотите интегрироваться, приносите, соответственно, свой виртуал-сервис там, именно в нашу продакшн-монорепу, которая выступает как раз точкой интеграции в систему. Немножко поговорим теперь про саму Аскиппер. Вот мы поставляем вот эти все инструменты для интеграции. На самом деле в таком виде это все очень сложно. Как это можно упростить? Нам нужно все захардинеть. То есть берем вот эту нашу прокси, отрезаем из нее все ненужные фичи, объединяем ее с полиси-движком нашим ОПА, и потом выполняем хардинг из самого вот этого движка политик, да, то есть удаляем все ненужное и расширяем своими какими-то функциями. Ну, это как может выглядеть? Вот у нас было вот так, да, описывалось, да, вот это рега. Базовые функции самого языка, да, используются. Мы определили свои. Тем самым немножко у нас получился свой DSL. Вот. Соответственно, нам еще нужно как бы контролировать вот эти наши опишки, да, что вот то, что нам приносит, оно соответствует некоторым требованиям. Банально, например, наши спецификации в EVPAPE. Здесь, на самом деле, схема достаточно сложная и очень сложно распарсить, поэтому я постараюсь очень кратко, и если интересно, как в деталях оно работает, я, наверное, расскажу в кулуарах. В общем, суть такая. Мы, наши функциональные команды приносят, описывают некоторые спецификации его понапишенные, да, приносят, соответственно, это в некий реестр. Дальше они приносят вот этот свой виртуал сервис, который подключает их менедж-систему к платформе. И во время, скажем так, валидации, да, в пайплане мы просто проверяем, сверяем по тому, что у нас сгенерено вот нашим реестром, да, соответствует ли все спецификациям. После публикации, соответственно, мы можем что-то еще на документацию публиковать, сгенерить, вот, и после уже публикации также можем там какие-то еще тесты погонять. Вот, с мотивационными политиками все выглядит немножко иначе. То есть это такой пряник, да. Как это может выглядеть? На самом деле мы для своих, для разработчиков платформы должны сделать то же самое, что мы делаем для наших пользователей. То есть мы должны сделать для них удобные менеджменты инструменты. Вот. Например, как это может выглядеть? Такой пасс внутри пасса. У нас, например, есть платформенный квотодвижок, да, который можно использовать для построения менедж-системы. То есть в нем можно зарегистрировать типы ресурсов различные, прям ямлами описать. Вот через него же можно двухфазным коммитом эти ресурсы резервировать и все остальное. У нас есть движок GitOps собственный, который подсажен очень близко к Git или нодам GitLab, да, который умеет отслеживать изменения, в том числе по содержимому файлов. Это очень нужная фича различным интеграциям, которые описывают свои типы манифестов. Это, соответственно, движок нотификаций. Есть, понятно, есть общее окно саппорта тоже. Это некоторый бэкэнд, в который можно приносить свои разделы и все прочее. Есть даже сервис Operations, который позволяет отслеживать асинхронные операции. Вот. Ну, в итоге, как у нас все это сейчас выглядит? У нас сейчас порядка 14, даже больше, уже больше 20 менеджер-систем. 7 тысяч пользователей, 25 тысяч репозиториев на текущий момент. Централизованная платформа, полностью общий саппорт, UX, документация, SDK, соответственно, тоже у нас один на любые подключенные интеграции. Какой из этого можно сделать итог? Перед разработкой любой платформы нужно вникать в ее предметную область. Нужно исследовать мировой опыт в части управления платформенной разработкой. Очень много есть классной литературы. Есть книга API Management, которую я прям очень-очень рекомендую почитать на эту тему. Там как раз вот и про типа политик, и про то, как их можно форсировать. Ну, и не нужно пытаться все сделать сразу. В обычном open source уже все сделали за нас. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо за доклад. Сейчас у нас будут вопросы. Не стесняемся, поднимаем руки. И первый же у нас есть прямо здесь. Спасибо за вопрос. Вроде как в начале презентации было, что вы не будете говорить о том, с чем занимается ваша система. Но мне кажется, стоило все-таки упомянуть, потому что я немного запутался. Вы вроде одновременно делаете API Gateway и интеграцию с GitLab, и интеграцию с Artifactory и Docker Hub. Бум, и что еще вы делаете? Мы делаем все, на самом деле, да. Хороший вопрос. Немножко я упустил этого контекста в докладе. При этом написано, не пытайтесь сделать сразу. Смотрите, если суммировать, платформа, она у нас занимается всем. Вот представим, ты разработчик, пришел в нашу компанию. Начинается у тебя вся история, я хочу создать какой-то сервис. Ну, во-первых, мне хочется, чтобы мне выдали какие-то права. Устраиваешься, тебе твой тимлист, соответственно, заходит в нашу платформу, выдает каких-то прав, например, девелопер, и у тебя автоматически раздаются права во всех системах. Дальше ты хочешь создать сервис. Создаешь сервис из шаблона, например, Java, приложения. Дальше у тебя, соответственно, инициализируются под это репозитории автоматически в GitLab. Вот. То есть это все истории, начиная от того, как ты пришел в компанию, начал какую-то IT-ценность создавать, то есть код писать, и заканчивая публикацией этих приложений в production, operations этих приложений в production. То есть это весь жизненный цикл, скажем, поставки, да? То есть это и написание кода, и сборка, и публикация, и operations. И при этом не пытайтесь сделать все сразу, и при этом время с июля по октябрь. Там вопрос не в том, чтобы сделать все сразу, а вопрос в том, что на старте нужно сделать главное. То есть вот я постарался фокус поставить на том, что смотрите, о чем нужно подумать в первую очередь, о том, как мы это все будем собирать, потому что оно все будет увеличиваться. Сейчас платформа из очень большого количества систем состоит. Они все вокруг так или иначе сценариев поставки приложений, но это уже выглядит как все сразу практически. У нас еще application domain делается, он еще не закончен. Ну, в целом, как бы очень много уже все сделано. Но чтобы это стало возможным, нужно подумать в первую очередь о том, как нам сделать IAM, о том, как мы будем делать stream-aligned teams, что мы будем в эти команды поставлять, как мы будем целостность архитектурную вот этого всего обеспечивать. Наверное, больше про это. Да, спасибо за доклад. Мне показалось, что в итоге, вот ты сказал, что ваша платформа занимается всем, но вот из твоего доклада мне показалось, что получилось у вас два продукта. Один продукт – это для разработчиков, да, как developer platform, а другой продукт – это для вот функциональных платформенных команд. И вот получается, получается, что два продукта с разным фокусом, разные, соответственно, должны быть, наверное, даже люди, которые… Вот ты на слайдах рассказывал, какие у вас были проблемы, когда другие платформы начали интегрироваться в вашу платформу, да, такая платформа, платформ. И получается, что тут возник второй продукт. И вам пришлось все переделать и по-другому взглянуть вообще на разработку. Все так. У нас на самом деле есть платформа для разработчиков. Да, это вот немножко, скажем так, мы внутри находимся, да, этой темы. Не про саму платформу больше, да, а про то, как мы ее делали. И вот как раз доклад, в том числе, о том, что когда ты достигаешь кого-то там масштаба, да, и у тебя становится много команд разработки, нужно уже саму, даже сопостроение самой платформы делать внутри как продукт. то есть даже ее отдельные внутренние части тоже становятся продуктом. Да. То есть у нас по факту получился продукт внутри продукта еще. Ну, да. И мне кажется, что если бы вы бы, ну, то есть как вывод, наверное, для всех, кто слушал, что если вы начинаете делать похожую историю, то, наверное, в начале стоило бы сходить вот в ваши функциональные команды и вообще понять, как они живут, потому что в момент интеграции все это всплывет. А там вот интересная история. Они вначале никак не жили, потому что их просто не было. То есть у нас вот был такой переход, да, от того момента, когда мы делали EAS, да, и вот в этом нашем EAS не было разработки никакой в принципе. То есть там все делалось по заявкам, да, там была некоторая специализированная команда, ну, назовем их как админами, да, не админами, которые эти системы сопровождали. То есть там даже не было, не было, куда-куда можно прийти и сказать, вот, а как вы живете? Вот. Они потом наняли своих разработчиков и после этого им уже поставили сдачу. Ну, теперь интегрируйтесь. Они такие, а как? Еще вопрос? Да, спасибо большое за доклад. Очень интересно. Такой вопрос, на самом деле, получается немножко вытекающий из предыдущего. Посмотри, вот получается, что у вас конечный пользователь это девелоперы, правильно, да? То есть вы фактически для них все делаете, чтобы им было удобно, классно жить, чтобы было комфортно там и замечательно, да? То есть то, о чем ты говорил, что удобство пользования продуктом. Бывают ли ситуации, как вы их обрабатываете, когда, допустим, приходит девелопер и говорит, я хочу еще удобнее. Я хочу вот такую фичу занести в платформу, вот мне вот прям хочется. И более того, он говорит, я классный, продвинутый год-девелопер, и я вам тут пол-оператора уже написал, но остальные пол-оператора пишите сами. Вот как разрешаете ситуацию? Конечно, такие случаи бывают, они бывают постоянно. Вот забыл, есть такая цитата, что делать, если пользователи и спросить, что им нужно, это Форда, по-моему, скажи, быстрых, короче, лошадей более быстрых мне, пожалуйста. Вот. Разработчики часто, они хотят, чтобы их вот текущее статус-кво работало лучше, быстрее и было доступным. Вот. У нас подход все-таки в том, что мы, вот можно сказать, вот у нас сейчас все разработчики собираются полностью в GitLab, да, у них вот есть CICD, мы при этом параллельно рядом строим какой-то прям продукт, постепенно, соответственно, в этот продукт кого-то онбордим. Вот мое личное мнение, это у нас сейчас, не могу сказать, что это прям наша стратегия, но вообще лучше всегда отталкиваться от цифр, да, под систему она походить. То есть есть определенные метрики, которые позволяют измерять успешность, таких продуктов. Это Space, это Dora, все это нужно мерить и нужно, соответственно, самим, во-первых, отталкиваясь от этого, формировать бэклог. Во-вторых, это будет хорошим инструментом, чтобы разработчикам объяснить, почему именно вот, именно это мы делаем, именно вот так мы делаем. вот. То есть вы по результатам оценки в итоге можете, например, занести это в виде поко, бэклог для дальнейшего развития? У нас есть, соответственно, да, конечно, у нас есть юзер дашборда, куда они приносят свои пожелания, мы их, соответственно, смотрим, торяжим, мы там ведем с ними диалог, почему эту фичу можно сделать и как, а эту вещь мы сделаем по-другому, а эту делать не будем. Вот. Плюс тут вопрос коммуникации тоже, то есть это, ну, это, в принципе, любого платформы внутренне касается, да, у нас есть и бивикли, где мы постоянно отчислимся, что мы делаем, да, вот. У нас есть какие-то публичные документы, где мы, ну, долго там расписываем, почему мы такой идеологии придерживаемся, например, а не какой другой, да. Вот. Есть, соответственно, саппорт, где можно задавать вопросы какие-то тоже про платформу. Это, вот, митигируется вот этот негатив, да, от пользователя, он неизбежно будет всегда, он митигируется именно коммуникацией, и, ну, правильной коммуникацией в них. Спасибо. А еще вопросы? Не стесняемся, поднимаем руки. То есть у вас одновременно на поддержке и GitLab, и обертка над GitLab, и свой Gateway все в одной команде? У нас GitLab, вот обертка над ним, да, ну, на самом деле там гораздо больше систем, но это такая, это не одна команда, конечно. То есть есть наша команда платформенная, есть команда, которая делает сервисы, например, ну, опять же GitLab, артефактори у нас для хранения артефактов, и там тоже интеграционный слой достаточно такой, ну, замороченный. Есть, соответственно, интеграция там с рантайм платформы, есть инфраструктурные команды, которые делают менедж системы там. Они, они вообще с нами никак не связаны, ну, как, они нам не подчиняются, хоть мы и делаем все вместе один продукт, да, но они там, ну, это не мои, скажем так, не мои подчиненные, да, вот, они входят в другое владельное подразделение инфраструктурных систем. Вот, ну, команда большая, то есть если по самой команде где-то 150 человек сейчас суммарно внутри делает. Наша команда, она небольшая, там, может, человек 18, наверное, вся, 20. Это именно опасная часть, еще рантайм, как бы, но опасный там человек 20. И у нас еще один вопрос. Наверное, последний. Начинает немножко заканчиваться наше время. Алло. Ага. Спасибо за доклад. Хотел бы узнать, а вот я правильно понимаю, что платформа у вас выступает не только в виде инструмента помощи разработчику, но также какие-то методические, наверное, рекомендации и примеры этих рекомендаций в исполненном виде, допустим, для процессов CICD в командах. Да, у нас платформа это не только, понятно, инструмент, это еще и, скажем так, наш способ культуру внутри создавать определенную. Ну, то есть вы выстраиваете им, грубо говоря, процесс? Мы сами, грубо говоря, мы думаем, выстраиваем, какой должен быть процесс на разработке поставки, там, идеальный, да, который мы видим. И дальше мы, соответственно, всю платформу строим вокруг того, чтобы людей подталкивать именно к этому процессу. И инструментализируем его максимально, соответственно, какие-то свои системы делаем, какой-то SDK, там, еще что-то, шаблонизаторы. Так, а вот следующий тогда вопрос. Количество разработчиков из тег достаточно у вас разношерстное, да? Вот. А как вы с ними со всеми договариваетесь? Ну, то есть кому-то, допустим, нравится вся ICD там из мастера вылиться сразу по коммитно, да? Кому-то из тега, кому-то из релизных веток. Интересный вопрос. Про договариваемся, это уже на второй вопрос на самом деле. На самом деле мы не договариваемся. то есть невозможно сделать успешную трансформацию внутри, да, если договариваться с семью тысячами разработчиков, да, кому какой инструмент удобнее, кому какой инструмент нравится. Это мы опять придем к истории более быстрых лошадей, да. Есть очень хорошая статья у Мартина Фаулера на тему внутренних платформ Mind the Platform Execution Gap она называется. Ну, не сам Фаулер писал, но на его ресурсе опубликовано. Есть еще отдельный прикольный такой ресурс, где собирается весь опыт про вообще внутренние платформы Internal Development Platform Называется сайт. Вот. Так вот, в Mind the Platform Execution Gap там достаточно подробно про это вот это раскрывается, да, история про то, что вот эта команда, которая делает такую платформу, она должна стать чемпионом, и у нее определенная есть ответственность и определенный кредит доверия к ней, который она должна соответственно дальше оправдывать. Не засетапив такую команду, да, которая все это на себя возьмет. Ну, просто я не представляю, как в такой большой организации возможно всем угодить. Ну, я правильно понял, что вы, грубо говоря, командам разработки даете какой-то пример такой, на который они могли бы равняться и считают вас что-то вроде авторитетного мнения среди компаний. Мы к этому стремимся, да, максимально. Понятно, что все равно в большой компании не всегда, даже если вы являетесь авторитетом там у 90% разработчиков будет приходить на там бевикли постоянно люди, которые там недовольны чем-то, им что-то не нравится. Надо всех слушать, со всеми общаться. Ну, то есть вы привлекаете какой-то административный ресурс, чтобы можно было повлиять на какие-то решения, не согласны. Ну, административный ресурс как-то жестко звучит. хорошо, подковерный игры, которые помогают иметь более правильное решение. Окей, спасибо. Спасибо.